Не досмотрели все. Раз мы допустили эту трагедию, значит, виноваты во всем мы. Самое главное – видеть этого ребенка и помогать ему. Принимайте, принимайте! Ложите! Вот так, лежа! Мы должны научиться проникать в голову. Это делать очень трудно. В 2020-х годах в российских школах боятся не только не сдать ЕГЭ, не стать самым успешным учеником, но и стать жертвой нападения человека с оружием. Вот только со времен Беслана источник опасности начал меняться. И теперь это может быть сам школьник или бывший выпускник. В Бийскую школу недавно позвонили с угрозой. Вскоре выяснилось, так ученики пытались сорвать уроки. Боевой готовности сейчас все. Школам Барнаула выделили 20 миллионов рублей для охраны чоповцами. В отличие от пенсионеров на вахте, они проходят подготовку, имеют лицензию, но не оружие. Специалисты объясняют, такая защита в функции ЧОПа не входит. Если что-то происходит, их обязанность входит только вызов специальной службы по реагированию. У нас каждая школа имеет кнопку тревожной сигнализации. И не только школы, но и детские сады. Они также имеют кнопку тревожной сигнализации. При вызове сотрудников приезжает Росгвардия. Она уже вооружена и обеспечена всеми средствами, так сказать, для того, чтобы обезвредить, если сложится такая ситуация. А были случаи, когда нажимали? Нет, не было. По тренировкам от вызова до приезда проходит 5-7 минут. Быстрое реагирование. 22-й гимназии в школу не пускают любых чужаков, даже родителей. Дети проходят через металлодетектор. Первая цифра – количество посетителей. Вторая – у скольких в карманах было что-то подозрительное. Он срабатывает на определенные вещи, такие как смартфоны, как правило, ну, либо связки ключей. Более серьезная вещь – это, говорит, полностью вся рамка такой вот гимназии. А никто никогда не пытался пронести лунку за нож? Нет. Не было такого, да? Нет. Говорить о том, что подростки стали более агрессивны, чем раньше, совершенно нельзя. Это основная характеристика подросткового возраста. Раньше подростки не ходили с автоматами, но, во-первых, не было такой возможности, не у всех было оружие, а сейчас оно стало появляться в большей степени. А, во-вторых, это, опять же, средства массовой информации позволяют детям видеть возможные варианты, возможные формы проявления этой агрессии. Хотя еще несколько лет назад казалось, что сценарий Колумбайна для России неповторим. Теракт – как способ выражения агрессии. Однако психологи не согласны, что любая агрессия может привести к таким жертвам. Они выделяют несколько причин внутренней жестокости – межличностные отношения, наказание в семье, возрастной кризис. Наиболее часто встречаются, ну, наверное, защитные агрессии, когда не сформированы именно навыки общения у детей, то есть защитные агрессии. Ребенок, ну, как бы не умеет ответить, не умеет себя вести и несформированность общения. Дети не умеют подчиняться другим, играть по правилам других детей. Родители мало времени уделяют. Или из-за того, что, ну, кого-то обижают в школе, сверстники, да, не хватает общения. Однако, с одной стороны, поведение ребенка будет зависеть от принятой модели в его кругу. И тогда хорошо бы родителям знать друзей, сына или дочери. А с другой стороны, специалисты повторяют – корни проблемы растут в семье. И пока психологи настаивают быть ребенку другом, вызывать у него доверие, на уровне государства борются с жестокостью так, как умеют. Речь идет о лицензии на выдачу оружия. Сейчас получить право на ношение охотничьего ружья можно с 18 лет. Травматического – с 21 года. На Алтае почти все оружие у жителей охотничьи. С 1 июля 22 года у нас вступает в силу федеральный закон, где владельцами охотничьего, травматического, ну иного оружия, газового, оружия самообороны будет только с 21 года. Вот эти все трагические события, которые произошли в нашей стране, они совершенно подростками. Сейчас в крае 340 самых молодых владельцев оружия. Однако общая тенденция идет на спад популярности стволов или охоты. Но где гарантия, что оружие для ребенка будет недоступным? В таком случае лучше, чтобы у молодого человека был вариант другого решения проблемы. А как правильно поступать ребенку в таком случае? Что бы ты ему посоветовал? Сходить к психологу в обязательном порядке и даже не знаю, обдумать то, что он делает всегда. Да, я стараюсь его либо успокоить, либо, если он фоксимен, стараюсь нечуть ему, что как бы вот все хорошо. У нас в принципе так в школе принято. В процессе создания материала на нас вышли родители школьников Барнаула. Они сообщили, что несмотря на выделенные деньги, далеко не везде охрана в руках ЧОПа. И где-то на вахте продолжают сидеть пенсионеры, например, в 128-й школе. Но и к специализированной охране у некоторых мам и пап есть вопросы. Нам указали, что в школе номер 101 охранник может покидать пост, а турникетов там нет вовсе. А кто-то иронизирует, что сотрудники ЧОПа и есть пожилые, но и надеяться лишь на проходной пункт в школе в 2021 году глупо. Когда что-то происходит, мы не говорим, что дети не надо так делать, потому что это возраст. Вот скажем, мы скажем, ребята, не надо звонить в школу, что будет теракт, кто-нибудь позвонит. То есть вот здесь не надо перебарщивать, надо учить, как безопасно себя вести, потому что это возраст такой. Если взрослым не включиться в диалог со своими сыновьями и дочерями, то дети останутся наедине с детьми. И в таком случае стоит надеяться лишь на готовность школьников к экстренным ситуациям. Вы знаете, что надо делать? Да. А что надо делать? Нужно закрыть дверь и спрятаться под партой. Нужно лечь на пол, что может ограничить, чтобы забаррикадировать вход. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, Александр Андропов. День с толком.